Сегодня мы решили развлечь себя вот такой вот покатушкой на велике. Нам обещают до часу хорошую погоду. Ну, возможно, нас погода порадует и больше. Вчера-то порадовала, аж до четырёх не было дождя. Может быть, и сегодня так же нам повезёт. И решили вот прокатиться на таких байках. Здесь их много, разные-разные. Ну, прикольно так. Так, двое крутят, сзади вот светячие места и впереди. Ну, мы, возможно, вот этот возьмём. Дети будут впереди сидеть или сзади, где захотят. Нам, единственное, сейчас надо будет вытереть, потому что был дождь, и они мокрые. Надо немножко просушиться. Я надеюсь, у них есть тряпка для этого. Стоит аренда такого байка 15 евро в час. Аня у нас рулит. Мама с папой крутят. Папа заодно ещё тут правила пытается прочитать. Да. А Кирюхин сзади. Пассажирит. Я надеюсь, мы никуда в какую-нибудь обочину не съедем. Зай, ну ты же рули там, если ещё. Я читаю. Потому что у меня руль это не руль. Руль есть только у папы. А он читает. А я так близко к обочине, что моя повышенная... Смотри, что ты делаешь! Смотри, чтобы у тебя джинса не попало в цепь. Лучше закати её. Да иди в баню. Чего? Ты смотри, куда ты едешь. А то я сейчас слезу и пойду пешком. Да нет, всё норм. Главное, чтобы папа рулил хорошо. И я тут не посшибала кусты все. А мы правильно едем? Да мы, в общем-то, никуда едем. Поэтому, наверное, правильно. Ну тут вот какой-то маршрут описан. Да, но мы уже не туда поехали. Не бойся. Мы выехали и сразу поехали не в ту сторону. Теперь мы развернулись. И теперь, надеюсь, едем в ту сторону. 2,3 километра это ж явно не вот этот зал. Правильно? Нет, конечно. Нам нужна карта. Тут какой-то домик такой заброшенный. Ты видишь? Лачушка. Интересно прям, что там внутри. Это дача. Дача, думаешь? Там вряд ли. А кто там? Это, наверное, совсем бюджетное жилье было. Да, у них еще электровышка на 2 части. Ну, нам вообще обещали прогулку по озерам и лесам. Но мы ее получили. Да, маленький остров. Да, кстати, вот это вот посередине. Вот это маленький остров. Прикольно. Мы там по таким горкам только что. Куда там американским горкам? Папа говорит, уже все ноги себе отпедалил. Кстати, тут по дороге очень много всяких ресторанчиков, отелей. Вот один из них. Это Венинланд. Проезжаем большой городской стадион. Слушай, а он действительно большой. В такой маленьком городе такой большой стадион. Здесь мы проезжаем теннисную. Теннисный корт. А с той стороны еще один стадион. Я смотрю, здесь в этом маленьком городке очень много всяких озер. Вот еще одно озеро мы проезжаем. Пытаемся здесь не заблудиться. Дети, вам нравится? Да, еще бы. Вас же везут. А папа завтрак сгоняет. Не зря ты завтракал. Да. Поснимаю вам эту красоту. Такие домики красивые. И представляете, это все с видом на такое озеро. Да за такой домик придушить кого-нибудь не жалко. Злая ты. Ну что это я злая? А представляешь, сколько тут комаров? Я завистливая. Представляешь, сколько тут комаров? Ну, комары. Ну, подумаешь. Повесил эту антикомаринную штуку и норм. Смотри, какая красота. Вышел, сел, смотришь, ловишь рыбку. У машинки тут не скромные. Поршики там. Да, в таком доме, естественно. Смотри, у них даже есть биотуалет здесь. Нет, это есть какие-то строительные работы там. Да? Да. Здесь явно не бюджетное жилье. А это, по-моему, опять отель какой-то, да? Это лист Ост-энд-Вен. Ага. Ну, я аж вниз не смотрю. Я смотрю только по верхам. Вон, смотри, какие красивые цветы высажены. Ох. С такими видами. Я бы так и жила. А вон опять эти классические крыши. Да, там домик такой классический. Классическая крыша. Классическая. Вообще, картинка. Березки подвязанные. А чтобы их ветром не сломало. А вот, смотри, какой шикарный домик. Да. Все, надо делать фотографию. Это моя мечта. Устанавливаться? Да нет. Я думаю, люди не поймут, если я начну фотографировать их дом. Но дом красивый. Там у них еще беседка есть. Так, вот тут нам налево. Такой не бедненький городочек. Ну, скорее всего. Чем они здесь промышляют? В туризму. А как это туризм? Классика и немного современного. Конец зоны, в которой запрещена. Очень, очень красивый город. И поездка у нас шикарная получилась. В принципе, почти половина. Слышишь? Так что мы вполне может... Четыре километра уже проехать. Вот это мой умницей. Можешь прям сейчас. Ехать стало интереснее. Мы едем по... Грунтовочке. Шумит классно. С этой стороны такие усадьбы. Усадьба за усадьбой. Надеюсь, вас не выкачает на грунтовочке. Сейчас одну из них посмотрим, как домики выглядят. Ох. Ну, красиво, если что. Ты хочешь сказать, что в ЮАР домики выглядят, в которых мы жили, вот точно так же. Да? Вот как вот этот белый. Они засвеченные прям получаются. Смена дислокации. Детям надоело впереди. Решили теперь сзади прокатиться. Рулить скучно. Ну, мы оказались в лесу-лесу. Да. Вообще, конечно, странно. Едешь такой, едешь по лесу. О, ресторанчик. Там людей куча сидит. И машин нет. Все едят, машин нет. Или пешком. И думаешь, что? Ну, опять едешь, едешь. Там из какой-то... Этой дорожки выходят люди. Ну, как-то странно. Так, а как мы с ними будем разъезжаться? Ой, какое здесь розовое поле красивое. Прям красота. Сейчас будем переезжать мостик и речку Розет. Розеп. 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 Ой. Уики. Смотрите. Ёлки выращивают. Или кипарисики. Да ёлки. Маленькие вот эти вот уички. А может ёлки. А знаешь, их там он ещё и поливает? Капариски. Туйки какие-то, действительно. А вот кусты, видишь, какие-то рядом выращивают. А вот смотри, ещё вот туйки. Вот, видишь малюсеньки? Ага. Ой, что ты вспоминаешь? Возможно. Да, пап? А сзади такие, а тут? А вот впереди квадратные деревья. Их специально так выращивают. Ты ж помнишь, их так сетками прижимают? Ну, с двух сторон. Прикольно. Ну, думаешь, не подстригают, а именно прижимают? Прижимают. Я видела такие. Они когда маленькие, их с двух сторон сетками прижимают. И они туда, ну, ветки у них только в две стороны растут. Кирилл, сядь. Курочки. Ко-ко-ко. Оп. И не сфига. Мороженое предлагают. Ну, там, видишь, столики? Типа можно там. Телятки, смотри. Телятки, мне кажется, коровки. Нет, это маленькие. Ну, коровки. Ну, какая-то ферма. Так, нам на Францебан налево. Ну, всё, мы на финишной прямой. 11 километров. Я думаю, ну... Где-то 11 и проехали. 11 километров. Я считаю, для наших ножек это нормально. Вот мы и приехали. Здесь народ вон в мини-гольф зажигает. Я вот как посмотрю, и старички, и не старички, все в мини-гольф играют. Ох, как вовремя мы вернулись. Вы посмотрите, что началось. Мы бежали уже так под капельками. Я себе представляю, сейчас где-нибудь мы на великов вот так вот едем. Посмотрите, какая дождьина. Ай-яй-яй. И ещё усиливается. Казалось бы, уже сильнее некуда, а он ещё сильнее становится. Ай-яй-яй-яй-яй.